Ну а сейчас я хочу представить вам людей, которые находятся рядом со мной. Их деда знает, наверное, каждый человек в нашей стране. Вместе с сержантом Егоровым. Он водружал знамя победы на Рейхстаг. Потомки Мелитона Кантарии. Его внучка Анжелика. Анжелик, наверное, вы знаете лучше всех нас, как это происходило в 45-м. Конечно, я это знаю и знаю не понаслышке. Так же, как и все ветераны, мой дедушка не любил рассказывать и вспоминать эти военные годы. Но все равно, когда бывали моменты грусти, когда немножечко ему становилось грустно, он все равно рассказывал, как это все было, как это все происходило, и как они поднимали знамя над Рейхстагом вместе с Михаилом Егоровым. Они прикрывали, кто мог, как мог. Они все друг друга прикрывали. И даже когда они водрузили это знамя победы, они не могли поверить, что все-таки оно... Они его уже водрузили, но они еще не могли в это поверить. Он рассказывал очень много, очень много воспоминаний у него. И мы, потомки его... Вообще, я лично не хочу, чтобы это больше когда-нибудь повторилось. И какая-нибудь мать провожала своего сына, брата, детей своих на войну, чтобы это больше никогда не повторилось. Спасибо всем нашим ветеранам, которые воевали, которые отдали много жизней, много крови, много судеб сломанных. Но мы сегодня под таким голубым небом живем, и это благодаря всем ветеранам. Спасибо им огромное за сегодняшний наш светлый день. С праздником вас! Я передаю слово нашей студии. Спасибо, Михаил. Никита Сергеевич, прям воссоединение народа-победителя. Ну, я думаю, что это... Понимаешь, это... Все, что естественно, то не безобразно. Это естественно. Ну, как может вот так вот вычеркнуть из своей истории войну? Огромный народ, большой, огромной страны Советского Союза, когда воевали все, абсолютно не разделяясь по национальностям, и эта девочка, которая живет уже совсем в другой стране, она генетически воспринимает это единство. Для нее это часть ее жизни, и ее трудно очень будет превратить, так сказать, зомбировать, хотя очень хотят это сделать многие, что происходит, скажем, с нашими друзьями и коллегами на Украине.